Он пишет, что человек не может исправить то, чего нет в нём. Вы сказали, что только Творец может исправить нашу природу. А человек делает что-то для того, чтобы что-то исправиться в нём? Подготавливает себя к изменениям и требует изменения. А как человек может знать самым лучшим образом и точным образом, что он должен исправлять, что он должен просить, какое изменение он должен просить? Он учится этому в практической жизни. Насколько он объединён с товарищами, насколько он думает о них, насколько он хочет приблизиться к ним, насколько ещё не сделал этого и забыл. Короче, всё, что относится к объединению в десятке его. Эти вещи, наверное, мешают ему, поэтому он просит их исправить, изменить. Нет, нет, не мешают. И постепенно он приходит к пониманию того, что это не мешает, а это необходимо, чтобы он таким образом, как один человек в одном сердце, пришёл к Творцу и потребовал. То есть он не просит, потому что ему что-то болит, что ему это неудобно, а из понимания того, что он должен это исправить. Ну, так же и потому, что ему неприятно. Если он будет продолжать с тем же желанием получать, с которым он родился, то он будет чувствовать страдания. Когда Творец уже меняет то, что он просит у Творца, чтобы он исправил. Человек чувствует это. Вот я увидел, что-то произошло, я изменился. Да, человек чувствует это изменение в нём, в его сердце, в его душе. И последнее, это верно, что та же просьба и то же стремление, оно самое эффективное, когда мы это делаем на утреннем уроке, потому что здесь какая-то сила? Да, самое важное — это утренний урок, когда мы объединяемся, и мы решаем, и мы определяем, и мы выполняем. До свидания. До свидания. До свидания.